Спортивный комплекс Александра Карелина принимает эти соревнования с 2007 года. На протяжении пяти лет турнир памяти советского борца, мастера спорта международного класса, четырехкратного призера чемпионата СССР, аэропета Александровича Миносяна считался краевым. Потом соревнования проводились в статусе городских. Теперь же турнир собрал около 200 спортсменов из более 12 регионов России. Турнир проходил у нас в городе Сочи уже на протяжении семи лет. И впервые в этом году он приобрел статус всероссийского. В дальнейшем мы планируем, конечно, чтобы наш турнир стал отборочным на первенство России, чтобы победители нашего турнира могли там участвовать и достигать высоких результатов. Наш знаменитый аэропет Миносян был сильным человеком, замечательным человеком. У него были великолепные результаты. Мы с ним на чемпионат Европы и мира вместе ездили. Он многократный чемпион Советского Союза, призер чемпионатов Европы и мира. Главное, что был замечательным человеком. И вот как обидно, так рано ушел, 49 лет. И вот в память его получился великолепный турнир. Несмотря на то, что турнир памяти аэропета Миносяна официально еще не считается отборочным на первенство России, для спортсменов этот старт – хороший опыт. На соревнованиях собираются сильнейшие борцы в возрасте от 12 до 14 лет. Для каждого спортсмена поединок сложный, а сочинцу Назару Берковскому еще и пришлось бороться с другом из Анапы. Изначально я ввел с счетом 4-0, допустил ошибку, пропустил 4 балла, но потом в партере добрал и отстоял их. Моя цель – край, юфор, Россия. Вот я к ним готовлюсь, к этим турнирам. Это самые значительные турниры в этом году будут. Это турнир набирания опыта. Победители определяли в каждой весовой категории, в лидерах в основном спортсмены из Сочи и Ростова. Кроме медалей и кубков, так как турнир включен во всероссийский календарь, победители выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.